что работаем не слишком подозрительно вообще опасно как-то нормально для стамбульского ну не знаю там уже служба безопасности по-моему смотрит на тебя заинтересуется ну собственно короче с корабля напал странная такая авантюрка уважаемый санды говорит я так давно не был за границей говорит страшно сказать я куда я тоже вот как 30 лет уже не был сейчас будем заграниченности лишаться стамбул турцию константинополь бывшая столица мира смешание культур на самом деле это такая историческая мека прям здорово камни хочу порекомендовать вам канал моих друзей гильза это настоящий мускулинный брутальный мужиковой контент канал посвящен военно-тактическим играм против спецназа выживанию в экстремальных условиях и примерки нестандартных профессий по поводу нестандартных профессий в последнем своем видео ребята показали всю работу пожарных изнутри и приняв участие в настоящем тренажере для обучения профессиональных пожарных с контролируемым пожаром внутри жарите что произошло получилось очень круто поддержите наших друзей подпишитесь на канал гильза им совсем немного осталось чтобы добить 100 тысяч подсвечников ссылка в описании закрепленном комментарии спасибо и сейчас в общем мы находимся в одном заведении под названием нужно говорить или нет да не не надо бургеры что мы находимся и увидел я там короче бургер на листе салата и травяной чай в дань уважения диме берстерку которого с нами сегодня нету двигаем по траве так ну чё время осуществить сравнительный анализ проведем 10 из красивый лист салата то есть торчит мископ подобно трусики каймурщиков ну такой детственной женщине короче посмотрим что на деле не отличить я считаю боя заебанин и усы совершенно мне кажется это детей в какой заворачивать на капусте находит не 0 из салата теплый а где вот эта черная что красная штучка сверху перчик и атомат вяленый но в принципе я думаю для тех кто не любит булку зайдет бифштекс отведаем удачное начало положено путешествие дровяной чай будешь вот можешь попробовать все скажешь как знаешь как пахнет как наволочка пенсионера который постоянно пьет кроволого на вкус также воду вас это делаешь достраиваю дом свой скоро готова будет как те иди вылезай 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 совершенно достой оператор конечно хороший и мужик отличный но я считаю что каждый человек должен заниматься своим делом это что они очень хорошо получается поэтому давай вот это вот бирюльки вот эти бля сейчас уберем и я те кое-что расскажу в общем на ю тубе есть такой мужик его зовут александр дубовенко и он является основателем такой компании как goodwood и они занимаются тем что строят загородные дома под ключ на своем канале александр рассказывает о том как построить надежный дом с нуля то есть какие материалы использовать дерево или камень короче какие отделочные материалы и собственно все в этом духе то есть для таких людей как мы с тобой которые нихрена в этом не понимают это настоящая находка то есть они берут вот эту вот инициативу на себя и так сказать принимает свое профессиональное решение помимо того что они занимаются постройкой дома до внешнего каркаса также используют дизайн интерьер и такие темы как умные дома александр на своем youtube канале использует такие технологии которые используются не только в россии но например и в европе помимо того что дом нужно построить нужно еще стратегически правильно выбрать место и построить его там где он долго простое то есть никакое там случайное стихийное бедствие какие-нибудь паводки наводнения и все в этом духе это ветра его не снесут потому что стратегическое расположение дома также важно как и его построение помимо всего прочего александр рассказывает про то как устроен строительный бизнес россии так что если вы бизнесмен и в этой сфере вам тоже интересно посмотреть чудо как у нас устроено он тоже об этом с удовольствием расскажет помимо всего прочего александр еще ходит по домам известных людей берет у них интервью общается на разные интересные темы то есть подходит к своему хобби так сказать комплексно помимо того что он общается с интересными людьми он общается еще с теми людьми которые долгое-долгое время живут в загородных домах то есть вот как мы с тобой в квартирах даютимся есть категория людей которые живут исключительно за городом и у них естественно уже выработалось какое-то свое понимание жизни каким должен быть настоящий комфортабельный удобный функциональный дом с ними он тоже общается они дают свою так сказать оценку и делятся опытом в этой сфере ну и конечно же интервью с архитекторами строителями и разными людьми разных конфессий которые преуспели в строительстве и проектирование каких-то жилищных так сказать комплекс существует житейская народная мудрость которая гласит что любой уважающийся мужчина должен родить ребенка построить дом и вырастить дерево то есть если ребенка завести в городских условиях принципе можно то построить дерево уже проблематично выстроить дом совсем другая задача поэтому если вы заинтересованы и если вы метите как бы туда осуществление строительства дома маленькой своей мечты проходите на канал к александру обязательно подписывайтесь изучайте этот вопрос досконально и не забивайте себе голову если вам есть чем заняться другим то есть если вы в этом не шарить и вам некогда в этом разбираться доверьте это дело профессионал проходите изучайте и желаю каждому мужчине построить свой дом за городом чтобы там можно было круто тусить выходить на веранду пить чай и ходить босиком по газону все спасибо смотрим видео дальше вот как есть короче зачем купили зато и едим собственно были некоторые проблемы с подключением интернетов вай-фай но благодаря коммуникативным навыкам с отдыха мы справились этой проблемой было принято коллективное решение немножко перекусить потому что такси нам ездить ехать довольно долго купили вот таких вот булок сырных тут какой-то бутер и что самое примечательное нам дали в подарок типа салата в аэропорту вам блять конец вообще в подарок что-то давали кроме пизделей собственно все вот это вот обошлось 600 рублей да да ну где-то 600 с чем-то с копеечками вы посмотрите чай крепкий то есть турция мне уже радует потому что крепкий чай то есть обычно научает всегда хуйня везде ты его пробовал да очень хорошие он насыщенный вкус чувак снег пошел ну чё там погода нам не повезло как на хрен я шорты брал в футболке короче ладно 15 градусов было пару дней назад в общем сейчас кушаем и собственно двигаем булка вкусная сэндвич ладно я думаю тоже вкусный вот пока живем все нормально страшно совсем добра безопасно комфортно среда обитания на этот раз быстренький роутурм рум-тур шоу-рум короче по домам по домам по домам короче на самом деле когда мы сюда за это самое запиздились мы как будто в каком-то гетто чувак ну судя вот по этим надписям короче все и мне кажется здесь но если ты в бегах каких-то российских в принципе неплохое таки место затеряешься можно потеряться но честно говоря вот если братья вот эти вот забегаловки в сачах там или еще где-то здесь прям дорога богата монументально это мы с собой возьмем вручную кладь крепенькая то есть не на соплях знаете так вот интересно что отдельного внимания заслуживает это амбарная дверь для это моя любовь и страсть потому что первая квартира которую я снимал в питере то есть там будет были кое-где вот такие двери я вообще думаю почему они не везде но это же круто то есть нет вот этой выходит и то есть по сути вот она типа как под мощную сделано но забавно что загнут металл но это типа такие все отсылочки ну вообще на самом деле у них тут все почему-то такое у них все такие все такие виды и украшения это даже проглядывает здесь пришел душно то есть такие тоже все такое твое загнуть чувствуется богатство статус и что-то орнамент красиво красиво я первый раз мне кажется вижу стеклянную раковину да ну блять что-то на богатом на самом деле очень мощная вот это вот штука мрамор доска толстая смотри на самом деле пиздатая дверь дальше вот стол мне интересно что в нем похоже как будто на швейной машинке или не знаю старый вот ножки или какой-то то ли раздвижной то ли складной но он тоже довольно мощный и здесь такой тяжелый то есть тут все очень такой тяжелая мощная стул я так и подумал надо его за ножку поднять на видео в руках страху его торгу прям реально тяжелый кухонка ну тоже на богатый мне кажется чего то все это тоже камень получается и что это столешница обычная скорее всего стоит на металлические вот эти все немножко пострадала раковину но мне кажется ну как по мне добавляет она еще думаю они не сняли а или это подметь было сделано меня немножко как бы не до вложили посудомоечную машину до нам еще сказал этот самый чувак который нас сюда заселял юраша если он типа показал что тут где-то есть топки под водку ну типа это не шутка а вот они наверно дачу ну по его мнению русский пьют водку из таких стаканов причем это не закусывая как этот как в кино чувака которого расстреливали помнишь перед расстрелом на третий стакан типа кусочек для меня всегда грустно ну вот в холодос ну хоть что-нибудь вы положили значит ну чисто чтоб лежала такой несъедобная но высокое искусство не совсем понимаю почему кровать нашу ну двуспальную раздвинули распилили но мы потом в этом двинем соответственно что ты здесь видишься я вижу здесь старый советский мультик про енота черного про крота помнишь он латышский возможно этот мультик возможно нет вот этого музыканта ну гитара вот чувак на гитаре вот это кто-то поет а мне это вот который справа вот вот балерина к будет прознались кровать говорят что вот на таких стульях полезно сидеть особенно те кто около много работают лет 13 районе мне кажется обижать пол района вот по крышам и вот этим штукам всяким три лайка и мы короче устраиваем паркур вот по соседним зданиям да ну бля я оцениваю как бы 8 ебучих шакалов из 10 то есть по внешке то есть чё работаем короче порядка двух часов мы наверно нагуливали аппетит уже и стеклись слюной на шапке с петухами короче все в этом духе на самом деле не то чтобы здесь проблематично где поесть но довольно большое количество всего и всего такого непонятного очень много сладкого но сейчас мы прошли мимо такого места мимо которого пройти мы к сожалению или к счастью не смогли но выглядит прям я думаю у кого час аппетита прям нормально разыграл кто на этом сам на диете на низкоуглеводке я мы сюда почти как ракфорд знаете что на сыр короче чуть не залетели в общем здесь дорого мы уже узнали посмотрели довольно дорого но ради вас мы не для себя совершенно как бы чисто приходится страдать приходится страдать как бы финансово и как бы есть вот эту вкусную еду дорогую огромную но что делать как бы все ради вас дорогие подписчики пойдем страдать короче это напоминает собой только мясной в общем вымездывается огромный кусок мяса огромный кусок плоти из туши накидывается всякие короче пряности там еды перцы сыпется и все остальное безлимит чай кофе айран вроде бы вода то есть можно брать на сколько мы ходим вот салатики еще есть но в основном это часто вот по мясу двигается двигаться тем вообще мясо здесь еще мало в основном сыры сладкая для каштаны на площадях и вот мясо прямо вот мы наверное два места увидели вот здесь прямо концентрат пробуем холом а я по выезжает туда я узнали я там где-то хотели о не дорого Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Картошка. Да, знаешь, запеченная в костре, типа какой-то такой вот вкус. Более сладкая. Их надо чем-то закивать. Очень сухие. Очень сухие. Ну, очень похоже на картошку. Прям, мне кажется, из них можно долбануть пюре с огурчиками, селедочкой. Очень хорошо бы зашло. Вкусно. Не горчат, ничего. Довольно интересный вкус. Че, работаем? Мда. Ты посмотри. Нет, ну, конечно, понятно, что рядом с рынком это не оригинальное место. А где мы-то скажи сначала? Мы находимся в Стамбуле. В Стамбуле, близ Гранд Базар. Собственно, вообще, пиздец, это было очень случайным образом. Мы наткнулись на франшизу одного заведения, одного очень знаменитого человека. Мясных дел мастера, так сказать. Собственно, вот он, Нусред. Случайно вообще увидели? Он прямо вот находится в там, блядь, палатке с какой-то, ну, с каким-то дерьмом. И типа, его ресторан. И я такой, че это, типа. Я думал сначала, знаете, как вот у нас есть в каких-то городках, когда там, не знаю, рекламируют какие-то магазины. Там Брюса Уиллиса, короче, вешают там каких-то этих самых. Нифига как быстро. Заказали салат буквально, ну, пять минут назад. Нет, меньше. Меньше даже. Меньше. Минуту за три салат принесли. Собственно, спасибо. Вот, и я думал, что это, короче, фейк Нусред, но нет, это, короче, типа его франшиза. Соответственно, вот будем... No, 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 thank you. Знаменитые чашечки, чай, вот эти вот. Ты купился в итоге такие? Нет, не довести все. Хороший был этот раз? Нам этот раз с чаем не повезло, ну, то, что сегодня пили, да? Ну, непонятно, мы липтон, потому что пили, блядь, там, на каком-то базаре, блядь, из пакетов. Конечно, не повезло. Чего? Короче, заказали мясных продукций, заказали салатов. Насколько это все вышло, ты не считал? Дорого. Ну, примерно. В конце посмотришь? Ну, мы скажем, что стейк стоит 3,5 тысячи. Блядь, стейк, при том, что, чтобы вы понимали, это не какое-то супердорогое меню. Там есть еще голд-меню, там, где стейки вот этим сусальным золотом обкидывают, короче, обмазывают. По-моему, там, типа, от 10 тысяч, что-то типа того начинается. Там вообще пиздец, то есть, как бы. В принципе, если мы соберемся в Дубайск когда-нибудь, и прямо нужно будет вот этого снять прямо с настоящим нусретом в его оригинальном заведении, золотым меню, ну, блядь, это кому-то реально интересно и нужно, как думаешь? Это смотрят обычно? Не знаю. Ну, если что, как бы можно будет это самое собраться, сделать, посмотреть. Ну, пока вот имеем то, что имеем, посмотрим, как здесь что. Сандых заметил, что у чувака, который нас обслуживал, грязный фартук, да? Да, прям в пятнах желтых. Это масло или ссанина? Ссанина. Хорош? Очень вкусненько. Тут есть соус, который я не очень люблю, но у нас этим соусом вот так вот поливают, и салат получается как будто маринованный кислый. Здесь вот чуть добавили. Очень вкусненько. Добавляют такую легкую кислинку, как что-то знаешь, да? Да. Хороший салат. Сейчас сырик давай попробуем. Все вкусно. Принесли суши. В общем, прикол в том, что это суши, ну, считай, любого мужика, потому что в очередной раз, когда вас женщина потащит, жрать в ресторан суши, которые вас заебли, вот такие суши, когда вам принесут, это будет прям вообще спасение. Это мясные суши с соусом из чего-то и вроде как картофаном мелким. Бахнем? Давай. Хуй знает, не могу как характеризовать. Попробуй ты. Ну, как-то типа хуй его знает, да? Я не понимаю, что это. Такая же тема. Это каша. Какая-то котлета. Это знаешь, вот есть суши пуёвые, которые вот такие в ларьках продаются. Бумажная котлета, знаешь, какая-то, где типа не мясо, а как говорят, туалет на бумагу добавляют. Ну, такое себе, если честно. Такое себе, да. Короче, это же действительно суши, смотри. Тут рис, мясо и картофан. То есть мы не ожидали, наверное, увидеть рис, поэтому, короче, он такие странные ощущения дал. Ну, сколько они стоили? Это 700-750. За три штуки? Да. Ну, вроде не очень дорого, да? Ну, да. Ну, короче, это как запуска такая, аперитивчик. Идея прикольная. Ты что скажешь? Идея прикольная, но мне кажется, что вот этот сыр или что это сверху, да, вот эти вот стручки. Солф? Это картошка. А, это картошка, да. Она как-то называет как пай. А, точно, ей же такие даже чипсы, да? Это пай называется, типа, тоненькая картоха. Вот. И рис, он забирает так вкус от мяса, что я мясо как бы не почувствовал. Мне хотелось почувствовать мясо, а я его просто не чувствовал. Это как, наверное, знаешь, когда продают тебе суши. Помнишь, мы в Москве заказывали, где рыба была с размером с листок, блядь, просвечивала. Такая вообще прям еле-еле. Три ябучих шакал из десяти. Ну, ладно, четыре за креативно и за идею. Ну, мне кажется, можно было бы сделать их поприкольнее. Ну, это необычно. Почему-то я мало где такое видел, хотя, мне кажется, идея сама просится. Я ел как-то суши из говяжьего языка вместо рыбы. Было довольно интересно. А вот прямо мясные суши, которые завернуты в мясо, ты где-нибудь видел? Нет. Вот странно, почему еще никто не догадался? Это мой меню. Три ябизирует. Три ябизирует. Мне приказывают, что тут соусы принесли, как в сосисочной, короче, значит, такие типа майонез. А что тебе за шкварки принесли, расскажи. Короче, я просил блю, походу они не поняли, он был блю, пока они его не прожарили, они его прожарили, там видно будет на камере как раз, по-моему это медиум, то есть он когда его обрезал, я обрадовался, сейчас, это медиум, пересолили, вот этим жестом он как бы немножко пересолил, но это не блю, абсолютно не блю, вообще мясо как? Ничего особенного, ну как бы не вау. А ты что заказал? Это какое-то их фирменное, это ты жир берешь, по-моему. Это фирменное, у меня батя такое. Сурсет какой-то, ну, Настерсет, блядь. Это типа их. Вообще пресное, но это и хорошо, ты можешь его посолить и оно будет норм, потому что давай вот эту, бахни мою. Очень много соли. Пиздец, очень лихо. Мясо хорошее. Ну, хорошее, да, мясо мясо. Что, бургер кучу? Бургер и бургер. Буму лучше, чувак, серьезно. Ну вот. Ну, как бы я не выпендриваюсь, но... Ну и картошечку давай. Ну, картошку культуру. Ну, надо уж сразу с этого. Картошка топ. Очень хорошая. Я так хотел сказать. Картошка топ в натуре. Она даже выглядит прикольно. Не соленая, то есть она, ну... Я не люблю соленую картошку фри. Подводим итоги. Честно говоря, данному заведению я поставил бы где-то 4 ебучих шакала из 10. Потому что здесь было вкусное, не мясо. Хотя это заведение позиционирует себя как именно мясное. То есть тут была вкусная картошка, хороший салатик, отличный чай. Но все остальное, по большому счету, у меня был относительно неплохой стейк. Мы его просто наглухо прибили солью, блядь, и он такой был. У сандыха были какие-то мясные ошметки. То есть у меня батя... Ну, у меня это ел только батя, потому что они были жирные, короче. И он их, короче, ну сам себе жарил там вот от свинины вот эти края, короче. И с хлебушком, короче, ел, собственно. Бургер пиздец. То есть, ну вот серьезно, бургер очень плохой. То есть тут, ну, по сути, даже какие-то ни волоко, ни мясо как будто. Тут как будто бумага, блядь, прослеживает. Я не то чтобы, но... Да, по факту так и есть. Ну, типа не очень вообще. Слушай, ну мы реально много бургеров ели. Я очень много бургеров из твоей жизни. Я думаю, ты тоже, но это говно. Херота. Короче, у меня женщина дома осталась. Вот я вам отвечаю, она там сделала мясо с луком. Вот я бы его охотнее наебнул, и оно реально вкуснее. Это 100%. То есть даже без нусрета, блядь. Да. То есть, ну, просто мясо с луком вот вареное, оно вкуснее, чем то, что мы сегодня, собственно, съели. Я еще ценника не видел, итогового счета. Я думаю, мы еще пару ебучих шакалов убавим, когда мы его увидим. Сейчас вернемся, короче. Сейчас вернемся, да. Вау! Спасибо, ребята. Ну, собственно, короче, вот мы все поели, расплатились. Фотку, чек, и мы пресса бачим сюда. На самом деле, существует ряд некоторых вопросов, на которые мы не нашли ответов. Например, почему вот эти шкварки сандыха, вот эти вот, короче, стоили столь дорого? То есть, во-первых, мой стейк, ну, мой стейк в соотношении цены-качества был, как бы, ну, более-менее. Непонятно, почему самый дорогой стейк, который заказал сандых, но был столь уебищен и дорог. Следующий момент, который был интересен тоже по роллам, да, то есть они тоже очень дорогие. Типа рис, веревка мяса, картофель пай. Че так дорого, ебать? И не сказать, что прям супер вкусно. Я не могу сказать, что мясо здесь было каким-то суперкрутым. Допустим, мясо в Академии гриля Амур и Кучинара просто в десятки раз пизжей, круче и качественнее. Ну, это не то чтобы реклама, это объективное сравнение. Вот, понятно, что франшиза не может быть лучше оригинального места, которое находится в Дубайске. Ну, у нас зато есть повод слетать в Дубайск, попробовать там стейки с золотой, блядь, что там, золотая говядина с усальным золотом, чтобы срать золотым говном, конечно, обмазываться им там, я не знаю. Ну, короче, на все бабки сходить, там сколько стейки, 30 тысяч там стоит. Ну, это мелочь. Хух, хули. Короче, три лайка, летим в Дубайск и снимаем дорогие стейки. Дабы соответствовать местному колориту. В общем, Санды, короче, рекомендует мне эту тему уже второй день. Короче, это рыбная шава или рыбный донар или какой-то рыбный бургер. У меня вообще, что касается рыбных продуктов из разряда рыбных, тевтелей, котлет, пельменей, у меня такой стоит небольшой пунктик. Санды говорит, что это просто божественно вкусно. Ну, и, в принципе, антураж и как это все готовится, добавляет колорита, поэтому по-любому эту штуку надо попробовать. Ну, пахнет вкусно, на самом деле, неотвратительно. 25 лир, да, стоит? По пересчете на наш это... 100 с чем-то там рублей. Ты говоришь 5 рублей лира, да? Да, да, 5,5. Больше, 125 рублей, по-моему, получается. Мне нравится прилавок куча пацанов. Да. Еще, мне кажется, стильные чуваки. Очень стильные чуваки. Усы. Мне кажется, им можно было бы дать диджейский пульт и что-то... В такой же музла навалить. Худ фетиш. Ты не обратил внимания, он, короче, когда доделывал, он вот эту газету доставал, он ее взял, у него жир на руках был, он так руки ей вытер, короче. Я тоже считаю, что это, как бы, кусок рецептуры. Ну, пиздой даже не пахнет. Вкусно. При том, что ты сытый. Я сытый, я не люблю вот рыбу в таких видах. По жукам. Это вкусно. Прикольные чуваки. Кто он рыбу вот эту подобрал-то? Вот, они вылавливают и сразу приносят то, что мы сейчас ловили. Да, да. Да, в этом есть прикол. Пацаны бабки делают из нихуя. Тут существует концепция о том, что туристов наебывать можно. Потому что метро для туристов стоит в 10 раз дороже, блядь, чем для коренного населения. Сколько для нас стоит? 70 рублей? Ну, типа 75 даже. А для них? Ну, в 2 раза меньше. Ну, хотя у нас тоже же есть там подорожники, всякие карты петербуржца. Да. Ну, пока. Ну, пока. Продолжение следует...